SCP-2024 Палка-мешалка Объект номер SCP-2024 Класс объекта Безопасный Особые условия содержания SCP-2024 Хранится в выложенном пенопластном футляре Размером 100 на 20 на 5 сантиметров Повторяющим очертания объекта SCP-2024 Помещен в трубку из упаковочной пены С одним открытым концом Таким образом, что ручка покрыта полностью Запрещается прикасаться к трости SCP-2024 в его активном состоянии При хранении и обычных опытах С SCP-2024 Его бирка должна оставаться надетой При проведении особых опытов С удалением бирки Персонал должен использовать защитные очки И просвинцованные костюмы Сотрудникам, подвергшимся деформации SCP-2024 Предоставляются локальные инъекции Субсолитата висмута до стабилизации Подозреваемый SCP-2024-05 должен быть поставлен на содержание При первой возможности Описание SCP-2024 представляет собой Лакированную деревянную трость Общей длиной 89 сантиметров С ручкой длиной 16 сантиметров Трость окрашена в красный цвет Ручка разрисована закрученным узором Различным оттенком желтого, красного и зеленого К трости привязана хлопковая нитью Круглая картонная бирка Далее SCP-2024-1 8 сантиметров в диаметре 1 миллиметр толщиной И необычно прочная На одной стороне SCP-2024-1 Пурпурными чернилами изображено лицо клоуна На другой синими чернилами Аккуратным почерком написаны буквы Г, Ф А также короткое сообщение по краю Смотрите документ SCP-2024-1 Когда человек держит SCP-2024 за ручку При надетом SCP-2024-1 Объект переходит в активное состояние При этом вдоль трости появляется серия точек По 0,75 сантиметра в диаметре каждая Разделенных интервалом 2 сантиметра И спускающих 10 кд теплого желтого света Свет, излучаемый точками, зависает в воздухе Отставая от движения SCP-2024 И исчезая примерно в течение 5 секунд Отпускание ручки деактивирует SCP-2024 В активном состоянии Трость может быть вставлена в любой твердый предмет Или проходить сквозь него Как если бы он был нематериальным Отмечено небольшое сопротивление При вставке SCP-2024 в плотные материалы Такие как свинец А также в движущиеся предметы Если SCP-2024 отпустить Когда он вставлен в объект Трость самоизвлекается Как будто посредством пружины И отключается В активном состоянии SCP-2024 остается связанным с SCP-2024-1 И его нитью SCP-2024 позволяет управлять Молекулярной структурой твердых тел Когда SCP вставлен в какой-либо предмет Материя предмета начинает сдвигаться Вслед за движениями SCP SCP-2024 делает структуру объекта Значительно более упругой Материал тянется и изгибается Следуя за перемещениями SCP Как при помешивании вязкой жидкости При этом процессе не создается И не разрушается никакое количество материи SCP влияет только на твердое вещество В радиусе 2 см от своей поверхности Материя, покидающая этот радиус Немедленно снова приобретает Нормальные физические свойства Также возможно смешивание На молекулярном уровне Отдельных объектов разного состава Вернуть объект в исходное состояние После того, как он был изменен При помощи SCP, достаточно сложно Если SCP привести в активное состояние Когда тиреодин удален Свет, излучаемый точками Усиливается приблизительно до 2000 кд При работе в этом состоянии SCP-2024 движется автономно Ведя за собой руку пользователя И перемещаясь по собственной воле Стремясь вставить себя в случайные объекты В том числе и в живых людей В этих действиях заметен злой умысел Однако неизвестно является ли SCP-2024 разумным Воздействие на живые организмы Без тиреодин, как правило, заканчивается Летальным исходом Тем не менее, в случае введения веществ В высокой молекулярной плотности То есть транслатоноидных элементов В деформированной области Оказалось несколько эффективным В их стабилизации SCP-2024 был обнаружен в Бельплейн, Миннесота После сообщения о гибели подростка Мужского пола Чьи нервные и лицевые ткани Были сильно деформированы SCP-2024 и SCP-2024-1 были получены по отдельности от друзей покойного Они утверждали, что выиграли SCP в конкурсе на карнавале в поле за городом Указанное поле было обнаружено спешно покинутым Имеются неоспоримые свидетельства пребывания связанной организацией Цирк всего тревожного Германа Фуллера Документ 20-24-01 Текст, нанесенный по краю синей стороны SCP-2024-1 Палка-мешалка Красная От Фуллера Снятие бирки чревато взысканиями даже с пользователя Все вопросы задавайте по телефону Приложение После установки телефонного аппарата Позволяющего набор устаревшего формата номера Указанного на SCP-2024-1 Доктор Джейкобс был назначен для наведения справок об объекте И получил базовый список вопросов На звонок ответил мужчина Который представился как Гэри Горхэм В настоящее время обозначенный как подозреваемый 20-24-05 Ввиду его предполагаемого аномального статуса Начало записи Отмечен значительный фоновый шум В том числе и колоколов Горнов и дизельных двигателей Вокализации животных и далекой Калиопы Подозреваемый Эгей Спасибо за звонок в службу поддержки Германа Фуллера Меня зовут Гэри Горхэм И я с радостью отвечу на любые возникшие у вас вопросы о Двухсекундная пауза О палке-мешалке от Фуллера Отличный выигрыш Доктор Джейкобс Здравствуйте Я приобрел этот объект из вторых рук Я хочу задать по нему несколько вопросов Подозреваемый Задавайте Доктор А для чего нужна палка-мешалка? Подозреваемый Палка-мешалка отлично подходит для лепки И прочего творческого самовыражения Пользоваться ею просто Но обладеть в совершенстве сложно Ведь с искусством так всегда, верно? Лучше всего использовать ее для публичных представлений Так делают наши величайшие артисты Доктор Однако, каким образом она работает? Подозреваемый О, к нам ученый пожаловал Отодвигается от микрофона и кричит кому-то Эй, ребята, ученый на связи Слышны аплодисменты Подозреваемый возвращается к микрофону Палка-мешалка питается от тепла тела и крепкой хватки У нее есть глаза, док Не снимайте бирку, а то они начнут видеть Доктор А кто ее сконструировал? Подозреваемый Конечно же сюрпризеры Нашего цирка всего тревожного Германа Фуллера На заднем плане слышно три пушечных выстрела Доктор Предполагалось ее использование гражданскими лицами Подозреваемый О, конечно Мы выдаем их в качестве призов Потом проводим публичные художественные конкурсы И иногда Если произведения получаются достаточно хорошо То мы их принимаем Доктор Кого скульпторов? Подозреваемый Произведение Слышен громкий металлический звон Скорее всего колокольчика, прижатого прямо к микрофону Подозреваемый вздрагивает, громко вздохнув Уф, ха-ха Вечно заставят врасплох Ну тут у меня еще один входящий звонок, доктор Не стесняйтесь перезвонить позже Если у вас еще какие-либо вопросы По поводу палки-мешалки от Фуллера Или сделайте шаг за дверь И приходите повидать меня вживую В зале экстраординарных людей Я Гарри Горхем Повелитель телефонов Смеется Ладно, до свидания Вызов немедленно сменяется звуком спокойного сердцебиения Через 20 секунд доктор Джейкобс завершает вызов Конец записи Ваш звонок очень важен для вас Перевод Нет, мэм, спасибо за звонок У вас будет тревожный день Пока-пока Сказал Генри, завершая междумировой звонок Щелкнув выключателем на своем древнем пульте То, что он делал, было непросто Перенаправление радиосигналов и звонков из проводов Из мест, откуда бы они ни шли В его маленькую коробку Но он делал это по 9 часов в день Каждый день Трубкоподобная капельница, идущая от его руки Была напоминанием о том, что адская машина Работала от его крови и пульса Провода, идущие от разъемов в его шее Не позволяли забыть Что недостаток современной техники Восполняется за счет возможности его тела Блестящий серебряный колокол Грубо вживленный в часть его лица Был знаком его вечного рабства Но хей, по крайней мере у него была работа Огонюк на панели управления начал мерцать Давай ему понять, что поступил звонок Алло, это Герри Горхэм из отдела обслуживания клиентов Германа Фуллера Как я могу помочь? Ах, да, привет Сказал шокированный голос на другом конце трубки Откуда бы он ни звонил, там было очень ветрено Я звоню, потому что я купил пару ваших антигравитационных шаров А, антигравитационные шары удивительного восходящего авиатора Отличная покупка У вас какие-то проблемы с тем, чтобы заставить их работать? Не, не, они работают просто очень хорошо Ответил мужчина Я собрал их в охапку, чтобы узнать, смогут ли они меня поднять Выяснилось, что могут Понимаю А сейчас, сэр, если вы читали инструкцию на упаковке Вы должны знать, что эти шары не должны использоваться на улице Если к ним не привязано по 10 фунтов Или 4,5 килограмма на каждый шар Слушай, я не собираюсь судиться с вами или что-то еще Я просто хочу узнать, как спуститься Я, наверное, уже поднялся на несколько миль И если я продолжу летать по воздуху, он станет, наверное, слишком разряженным, чтобы дышать Сэр, я бы предположил, что если вы будете отпускать их по одному Вы сможете спуститься Ну, я тут типа связал их вместе И не могу их разделить По крайней мере одной рукой И еще не могу лопнуть их Эти штуки нереально прочные О, да Наши антигравитационные шары сделаны из такой же Они доят клоунов Закричал истеричный гость на фоне Они доят клоунов Ну, в следующий раз пусть стучатся, прежде чем заваливаться Крикнул в ответ разгневанный клоун Придурок Там человек сказал, что вы доите клоунов? Спросил звонивший Нет, они говорят о коровах Ответил Гэри Эти городские панторезы бывают иногда годливыми Но вернемся к вашей ситуации Я бы предложил вам отрезать шары по одному У меня нет ничего режущего Тогда вам нужно перегрызть ленту Или веревку, к которой они привязаны Сказал Гэри Колокол на его лице грубо звякнул Говоря ему о том, что поступил следующий звонок Сэр, я оставлю вас на один момент Но к вам я вернусь Просто грызите так хорошо, как умеете, окей? Ладно, просто не вешайте трубку И не собирался Заверил Гэри Он видел, что новый звонок был с горячей линией Для сотрудников и быстро переключил соединение Это Гэри Гэрхом из горячей линии Для сотрудников Германа Фуллера Чем я могу быть полезен? Эй, Гэри, это клоун Евгений Сказали на другом конце Эй, Евгений, чё как? Я звоню из Икеи Ну, то Икеи Ты знаешь, о какой Икеи я говорю? Знаю И что ты там делаешь? Ну, Пилуса и меня всё ещё не пускают На совершенный базар Так что мы решили заглянуть в это место Я тоже тут Крикнул Пилус в передатчик Мы загрузили наш клоуномобиль Кучей барахла Мы, наверное, проехали сотни миль сегодня По этому месту Я беспокоился о том Что он может выбесить сотрудников Но... Я думаю, он просто достаточно маленький Чтобы его можно было принять за жиромобиль Эти поддельные слендеры Меня реально пугают А ты знал, что тут ещё заперта Куча унылых морд? Спросил Пилус Ну, типа их много И они так выглядят Как будто пробыли тут очень долго Мы должны об этом кому-то рассказать Или... Я уверен, что за ними присматривают Сказал Герри Так вы чего позвонили? Ну, это частично связано с тем, о чём говорит Пилус Ответил Евгений Морды унылые были удивлены клоуномобилю Катающемуся вокруг Я поржал над ними Что они настолько тупые Что застряли тут Но это... То есть вы не можете найти выход, верно? Ну, не то, чтобы я не мог найти Просто пока ещё не нашёл У вас есть ваши калейдоскопические ключи, верно? Просто откройте дверь Мы не можем найти дверь Нет дверей Бездверный период Я понял Ладно, в вашем клоуномобиле также есть двери Вы можете ими воспользоваться Но тогда нам придётся оставить клоуномобиль Мы не можем оставить клоуномобиль Нам осталось всего три платежа за него Запротестовал Пилус Так вы двое чего от меня хотите? Спросил Герри Я не знаю, просто скажи Икеи Мэне, что мы тут Если мы не найдём дверь до закрытия Мы спрячем клоуномобиль в безопасном месте И оставим позади Мы вернёмся утром И попробуем найти дверь, чтобы пролезть Евгений, у нас компания О боже, унылые морды окружают нас Они хотят машину Назад, дикари Пилус, бери базуку Так она же тартами стреляет Так они же этого не знают, идиот Она в горошек, и на ней большой розовый шарик С надписью «Бух» на боку Я думаю, они поймут, что она не настоящая Дайте мне знать, как всё это кончится, парни Сказал Гэри, повесив трубку и оставив дуэт вместе с их злоключениями Он уже собирался вернуться к парню с шарами Как поступил новый звонок Он был с линии жалоб Ух ты! Он закашлялся и вложил всю свою энергию в счастливый голос Спасибо, что позвонили на линию жалоб Германа Фуллера Меня зовут Гэри Герхэм И я Я привела своих детей на большое лучшее шоу В прошлый вторник Несмотря на то, что было в рекламе Оно не было семейным Сказала женщина раздражённым тоном Жаль слышать это мэм Что же такого? Все помните, это просто кручение Кто-то кричал на фоне За этим последовало жужжание большой дрели Повторяю, это просто кручение Никому не паниковать Приношу свои изведения за это Значит, вы говорите прошлый вторник О, речь о той части представления Когда они насильно запихали в парня кучу сахара Пока его не разорвало Я знаю, что это может быть излишне тошнотворно, но... Э, нет, эта часть была забавной Ответила женщина Я разочарована этими лесбиянками-клоунессами Которые глазели друг на друга на виду у моих детей Серьёзно? Да, серьёзно Но, мэм, это не то, чтобы они занимались сексом на сцене Эти их шутки пролетали мимо детских голов Да и самое большое, что там было Это поцелуй в щёку и шлепок по попе Черноволосая достала из-под футболки другое котёнка Они начали шутить о том, как все любят кисок Но это смешно Послушайте, мэм, это... О боже, это не кручение Я повторяю, это не кручение Всем паниковать Рёв панических криков, голоса животных, жужжание ржавой бензопилы Ненадолго заглушили звонок Да что за бред у вас там происходит? Спросила женщина Просто ещё один день наполненный весельем Здесь, в цирке всего тревожного Германа Фуллера Ответил он Это был стандартный ответ на такой вопрос Мэм, это 21 век Подождите, а это 21 век? Чего? Дело в том, что время движется по-разному в разных вселенных И за этим бывает трудно уследить Впрочем, несмотря на конкретный год Вы не можете ожидать от людей, что они не будут вести себя так, как хотят Только потому, что вам это кажется оскорбительным Я платящий деньги клиент Когда я беру детей в цирк, у меня есть право на то, что их неокрепшие умы Не будут бомбить извращенской пропагандой Мэм, поверьте мне Я действительно сожалею, что в шоу представлен человек, которого разрывает на части Слон алкоголик Клоун с буквально взрывной диареей Но часть, которую вы сочли оскорбительной, была приличной Да и в конце концов, это взаимоотношения двух взрослых людей Тревожного вам дня Он прервал звонок, прежде чем она ответила и переключился на линию обслуживания клиентов Эй, парень, шариками, как дела? Я перегрыз несколько ниток и думаю, что буду доволен своим результатом ещё после одной или двух Но у меня есть ещё одна проблема Я приближаюсь к тому, что принял за облако Но теперь-то я вижу, что оно состоит из паутины Чё это за херня? Трудно сказать Мало кто отваживался забираться так высоко Кто знает, какие странные твари могут обитать там, в стратосфере Вы мне не помогаете Мои извинения Может просто делать всё возможное, чтобы держаться подальше от этого? Предположил он Колокольчик на его голове снова зазвенел Он увидел, что звонок поступает из линий клонского транспортного сервиса Я извиняюсь, но я собираюсь оставить вас Клоунский транспортный сервис Германа Фуллера, чем я могу? Гэри, Гэри, это ты? Раздался быстрый, требовательный, злобный голос Несмотря на то, что прошли годы, с тех пор, как он его слышал Гэри узнал его немедленно Гэри, ты пропустишь меня через калейдоскоп? В эту же секунду? Или я клянусь разбитым богом? Я освежую твою тушу, как самый маньячный маньяк Я набью тебя сгущенным клоунским молоком Затем подвешу тебя за твои же внутренности Будешь висеть, как марионетка Кто это? Спросил Гэри, застенчиво улыбаясь Черт побери, Гэри, ты знаешь, кто это? Я обещаю тебе Когда я вернусь в цирк, ты труп Ты меня слышишь? Ты труп Майни труп Ики труп Тот зомби-парень Весь прикол которого в том, что он уже труп, тоже труп Вы все трупы Ты пожалеешь о том дне, когда ты пересек Простите, сэр, но похоже у нас какие-то помехи с соединением По какой-то причине вы звучите как жалкий, упоротый, незложенный деспот Звонящий из ветхой телефонной будки Которые вы используете как жилище и как туалет одновременно Но если ты хочешь угрожать мне Приходи сюда и делай это мне в лицо, ублюдок Тревожного вам дня Гэри, Гэри, не смей вешать И заблокирован Сказал Гэри, в то же время навсегда разрывая связь с этим межпространственным болотом Он сделал глубокий вдох и переключился на следующий звонок Спасибо, что позвонили в бизнес-линию Германа Фуллера Как я могу помочь вам сегодня? Здравствуйте, мистер Горхам Это Виктор Чан из Маршал Картера Дарк О, да, рад вас слышать снова Что я могу для вас сделать? Я звоню, потому что у меня есть важное обновление информации от нашего оперативника в SCP Ради всего святого, Квинси, тормози! Кто-то кричал на фоне Я говорила, что не могу ездить на механике Закричала Квинси Затем был слышен звук автомобильной аварии Взрыва двигателя и нескольких фейерверков, взмывших воздух и там же взорвавшихся Боже, тут всюду кровь В основном внутри нас, но все же Ужас! Там у вас все хорошо? Просто еще один день, наполненный весельем А, да, все хорошо, я уверен, все хорошо Гэри, есть секунда? Спросила Ики, войдя в его будку Простите, Виктор, вам придется повисеть на линии пару минут Сказал Гэри Он повернулся, чтобы осмотреть Ики Ее растрепанные волосы, лицо и одежду, покрытые остатками пороха Вы в порядке, босс? Это немного безумнее, чем обычно Но ничего такого, с чем бы я не справилась Ответила она Так, Мэнни так и не нашел никого на замену Сокчерине Так что... Мне нужно, чтобы ты заказал немного конфеты развлечудого Вот, у меня тут список Убедись, чтобы они обозначили трюфели Таттл Тейл, как личное В прошлый раз, когда мы их раздавали, это испортило множество отношений Я почти уверена, что мы тогда отправили одного бедного ублюдка в гитма Также узнай, можем ли мы провести встречу по поводу создания своих магических жетонов по пути Бейли сказал, что канадские фантики в темноте светятся И будь я проклятый, если эта полуреальная страна пользуется более причудливой валютой, чем мы Конечно! Хей, у меня тут Виктор на проводе И я думаю, он позвонил по поводу проказника из СЦП Ты хочешь с ним поговорить? Да, переключи его на колонку Хей, Виктор, я вернулся И со мной тут Ике И я переключаю тебя на громкую связь Это отлично, Ике Наш оперативник из СЦП подтвердил дату и время начала операции Сказал ей Виктор В эту субботу ночью в 10 Наш оперативник и еще один охранник Будут единственными сотрудниками фонда в учреждении Он уверен, что сможет подмешать снотворное в кофе своего коллеги И когда тот будет нейтрализован Он отключит все камеры, замки и другие меры безопасности В том крыле, где держит вашего виртуоза Затем он сам выпьет кофе С тем же снотворным, чтобы обеспечить себе алиби Он заверил, что все будет готово к 11 И что они со своим партнером не проснутся до полуночи Это ваше окно возможностей С 23 часов до 0 часов в субботу Это понятно? Виктор, это отлично Спасибо тебе большое, сказал Ики Я бы хотела поболтать еще Но у меня тут, похоже, попытка убийства при помощи автомобиля С которой надо разбираться Так что прошу меня простить Подождите-ка, тут есть еще одна вещь Сказал он У меня есть несколько клиентов, у которых есть некоторые товары Которые они не прочь продать И которые бы здорово могли дополнить ваш цирк Нежелательно, чтобы я устроил показ Я Ики Юми, плачев, бежала в демонстрационную будку Давай быстрее Один из монстров Рипли сбежал из домика веселья Мэнни дерется с ним на кулаках, чтобы держать его подальше от толпы А Габриэль пытается его успокоить Но Лолли катается на нем, как на Родео И он не успокаивается Виктор, я убегаю вслед за Мэнни Но идея хорошая Мы поговорим позже Сказала она и выскочила из стеклянной телефонной будки Хэй, Гэри, просто из любопытства Вы, ребята, когда-то консультировались по поводу возможных рисков в ваших увеселениях? Потому что, похоже, это то, что вам может пригодиться Спросил Виктор Нет, Ики и Мэнни чаще принимают решения, исходя из предчувствий сердца Или какие там важные органы задействованы И пока мы не сбились с пути Ответил Гэри Вопли существа, похожего на лохнесское чудовище Разнеслись эхом по ярмарке Когда монстр затеял битву с человеком с перевернутым лицом И двумя крайне буйными клоунами Ладно, тогда потом поговорим, Гэри Подожди, подожди, прежде чем мы попрощаемся А какой сейчас год? 2017 Спасибо тебе, я знал, что сейчас 21 век Берегите себя, Виктор Вы тоже, Гэри Гэри завершил звонок и посмотрел на список Что Ики оставил ему Посмотрим 24 ящика пищащих гляделок В ассортименте Как цветов, так и песен Не орущих 24 ящика светящихся жевательных бишек Нерадиоактивных 16 ящиков дышащих жвачек О боже, парень с шарами Гэри немедленно отложил список и переключился на линию поддержки клиентов Хей, там, прошу прощения за долгое ожидание Как вы там держитесь? Парень с шарами? На линии была тишина Ну, возможно, он выронил телефон Заключил Гэри Он сидел молча в размышлениях до тех пор, пока не раздался следующий звонок Спасибо за звонок на линию поддержки призов от Германа Фуллера Я Гэри Горхам Как я могу помочь? Я выиграл волшебный призматический бильярдный шар с восьмеркой Который предсказывает будущее Я рассказал о нем друзьям А они еще кому-то рассказали Может по телефону, может по интернету И недавно какие-то стрёмные челы появились у моего дома Ответил паникующий голос молодого человека Я не пустил их А теперь штурмовая группа полиции или типа того Собираются ломать мне дверь Я забаррикадировался и вооружился светильником Что мне теперь делать? Не надо прятать шар у себя в анальном отверстии Чего? У нас был случай, когда люди делали так в прошлом Эти ребята его все равно найдут Раздался звук бьющегося стекла Глухой удар и какое-то шипение О боже, они забросили какую-то банку с газом Она распыляет газ Она на запах, как мята или батарейки Я не могу вспомнить пароль от своего айфона Ну, вам придется отправиться в бар, где тусуются гении И... Был слышен звук, как будто оперативники выбили дверь и ворвались в помещение Звонивший закричал Телефон работает Прокричал кто-то Кто это? Определенно никого аномального Сказал Гэри И немедленно разорвал соединение Но, конечно, это был кое-кто аномальный Это был никто иной, как Гэри Горхэм Мастер Телефон Эза 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 Эза